Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Добрый день, дорогие друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, вопрос относительно работы. Нам похоже, что прислала женщина этот вопрос. Я засчитаю его, чтобы не утерять детали. Можно ли христианину работать дальнобойщиком? Как известно, у этой профессии почти что нет свободного времени для служения Христу и посещения церкви. Что делать, если другой работы нет? Сложный вопрос. Сложный вот почему. Вы не найдете нигде в Библии главу и стих, в которой было бы сказано. Да не работай дальнобойщиком. Или же какой-то другой работай. Вот. И если мы посмотрим немножечко шире, то мы сможем увидеть, что вопрос работы, это только в последнее время стал, ну так скажем, более доступным с точки зрения выбора для людей. Если посмотреть в истории, то многие вынуждены были заниматься тем, чем они могли заработать на хлеб. И поэтому не было выбора. Вот почему Писание, оно не регламентирует работу. Ну, за исключением, когда человек занимается явно греховными делами. То есть, если работа связана с грехом, то тогда, конечно же, человек не может ей заниматься. Вот. Библия явно запрещает. Но Библия постоянно с разных сторон поощряет людей там, где мы есть, там, где мы находимся, жить для славы Божьей, жить для Божьих целей. И для этого есть много текстов Писания, где, например, на Горной проповедь, Евангелие от Матфея, Христос говорит, ищите прежде Царствие Божьего. Все остальное приложится. Вот. Или же Послание Коринфянам, 10 глава, где сказано, все, что вы делаете, словом или делом, все делаете для славы Божьей. То есть, когда мы ищем Божьего во всем, во всем, что мы делаем. Это, наверное, главное. Вот главный вопрос, который касается этого ли человека, который задает, или любого, что человек ищет. Конечно, если у тебя есть возможность, то тогда в данной ситуации вопросы подняты правильно. Есть ли время для семьи? Есть ли время для пребывания в слове? Есть ли время для служения, чтобы человек мог быть вовлечен в служение? И, скорее всего, на этот вопрос негативные ответы. Нет времени. Исходя из этого, наверное, за лучшее, если человек будет искать другую работу, если он найдет возможность, как обеспечить себя, обеспечить семью, чтобы регулярно быть дома, чтобы быть в слове, чтобы быть в церкви, во взаимоотношениях с людьми, где ты служишь и тебе служат. Но в то же самое время мы не можем заставить, мы не можем предписать людям и сказать, вот работать на грузовике, уезжая на месяц, это грех. Или же мы жили когда-то в Новороссийске и имели дело со многими моряками. Моряки уходят в море на полгода. И там целый букет проблем, семейных проблем, проблемы с детьми, и, конечно, психологические проблемы, конечно же, проблемы, связанные с тем, что человек отвыкает от обычной жизни. Вот. И это сложно всегда. Но здесь ты не можешь сказать, что если человек работает на корабле дальнего плавания, вот, или же он дальнобойщик на грузовике, то этот человек находится во грехе. Ну, теоретически можно прославлять Бога и в этом месте. Особенно если ты вынужден этим заниматься. Правда, здесь есть одна деталь. Когда люди говорят о том, что нет другой работы, очень часто это означает просто, что другие работы менее заработные. Они меньше принесут денег. Иногда, если они честно бы посмотрели и взвесили все за и против, то лучше согласиться на меньшую зарплату, но приобрести душу. Приобрести свою собственную душу. Душу детей, душу жены, души людей в церкви, которым ты можешь быть полезен. То общая эффективность жизни будет, возможно, больше, если человек найдет какое-то другое место. То есть, Писание дает общие ориентиры, а это ответственность каждого найти их практическое применение в своей ситуации. Тут же, опять же, каждая ситуация должна рассматриваться по-разному. Если в семье зов, крик души, крик семьи, то человеку надо задуматься, что-то менять. Да, ему просто он вынужден. Спасибо, Алексей Алексеевич. Спасибо, друзья. На сегодня все. Храни вас Бог. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.слова.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер и Ватсап 1-360-977-2182 и на электронную почту radio.слова.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова